В нынешнем году произошли важные сдвиги в вопросе налаживания взаимодействия между трудовыми коллективами, работодателями и федеральными, а также многими региональными органами власти. Между ними было подписано генеральное соглашение о взаимодействии сроком до 2023 года. Приветствуя участников церемонии, президент страны Владимир Путин отметил, что это действительно общественно значимый документ. Он напрямую затрагивает интересы более 70 миллионов граждан страны, которые работают в разных секторах экономики и социальной сферы. И чтобы в полной мере защитить, гарантировать трудовые права людей, мы с вами должны и дальше действовать как настоящие партнеры. Профсоюзные организации во всех цивилизованных странах играют важнейшую роль в защите интересов трудящихся, создании для них достойных условий труда и отдыха, лечения и реабилитации, повышения квалификации, что благотворно сказывается и на самочувствии сотрудников, и на микроклимате в коллективах, и на качестве производимой ими продукции. Все эти условия, по словам президента, подчинены главной цели. Чтобы люди жили лучше, могли больше заработать, повышать свое благополучие. Уважение к человеку труда, социальное партнерство, экономическая солидарность – важнейшие принципы, которые заложены в обновленную Конституцию. И нужно, чтобы эти положения Конституции работали на уровне каждого района, региона, отрасли города, в конкретных трудовых коллективах и предприятиях. Для этого федеральные и региональные органы власти, профсоюзы, работодатели должны действовать максимально слаженно, как настоящие партнеры.